Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство сам Opus своим активным охлаждением, но он как бы шумит. И в данный момент он тоже шумит и стал шуметь гораздо сильнее. Вот сейчас вы все это услышите. Я сейчас сюда установил аккумуляторы в два соседних порта, чтобы максимум было нагрузки и подключаю сам кабель. Надеюсь вы слышали этот звук и сейчас в процессе того, как он начнет их заряжать, он начнет нагреваться слегка, ну внутри. И кулер как бы сработает, сам вентилятор и начнет работать на охлаждении. Но он жужжит, трещит и все остальное. Мне это не очень нравится. Я с Гербеста заказал там за доллар чем-то, кажется, кулер, вот вентилятор от него, от Opus. Там именно так он и продавался, что для него. И сейчас мы в этом видео разберем его, посмотрим, что там внутри случилось с ним за вот столь долгое время. Поменяем сам кулер и вы увидите, в принципе, что это довольно-таки просто. И за год с чем-то отдать там доллар за кулер, да без проблем. Ну что ж, переместимся на стол и начнем разбирать сам Opus. Итак, также хочу вам еще рассказать про небольшой вот минус, который уже я обнаружил потом, чуть позже. Ну, начало меня это немножко раздражать. К примеру, у вас заряжается аккумулятор и вы хотите изменить мощность, на которой он заряжается. Сейчас это 500 мАч. Мы, допустим, выбираем слот, он мигает. И нажимаем на эту кнопку Current, как-то так, изменить. И у нас ничего не выходит, он не меняет нашу мощность. Для этого нам нужно сначала в режиме мод изменить сам мод. Вот, перещелкнуть до опять, до Charge. И потом мы можем только увеличить саму мощность, как видите, здесь до 2 А. Вот, но все это мы можем только после вот этих манипуляций. Как бы немного неудобно. Хотелось бы, чтобы все это работало более корректно, но вот как есть. Я с этим милюсь уже вот долгое время. Ну, в принципе, я привык. Меня это уже раздражение не вызывает. Но поначалу раздражало очень сильно. Ну что ж, теперь к разбору самой зарядки. Делаю я это все впервые, вот вместе с вами эта зарядка впервые разбирается. Так что, если что, буду показывать. Ну, многое, конечно, я вырежу, ибо вам будет это смотреть скучно и неинтересно. Итак, теперь снимаем эту крышечку, открутив винтики. Здесь мы видим саму плату. Здесь немножко есть грязи, которую нужно будет почистить. Ну, ладно, в принципе. Возможно, кому-то будет интересно посмотреть вообще саму плату поближе, пока я вот ее не начал раскручивать. Может, каким-то электронщикам все это будет важно и интересно. Ну, в принципе, я думаю, для людей, которые разбираются в электронике, в принципе, ничего нового они тут не увидят. И вот здесь установлен сам наш вентилятор. Но здесь я вижу, что он как-то приклеен, и нужно будет его немножко добраться до него. Поэтому нужно будет открутить вот данные винтики, чтобы снять всю саму плату. Также хочу отметить, что вот эти два нижних винтика здесь и два боковых были более длинными, чем все остальные. Ну, мало ли, вдруг кому-то пригодится. И отсоединяем наш кулер. Аккуратненько сняли его. Теперь каким-то образом все нужно очень аккуратно вытянуть. Блин, очень неудобно это делать все на камеру. Итак, здесь мы сталкиваемся с проблемой с тем, что данные лапки у нас широкие. И как бы их нужно оставить внутри. То есть их нужно снять с этих пружинок. Здесь можно было бы сверху, но здесь они приклеены таким термопроводящим или непроводящим, не знаю, клеем. И как-то нарушать конструкцию не очень хочется. Блин, надо что-то думать. Итак, при съеме данных пружинок я решил, что просто их можно будет снять и вытягиваю с этими штырьками. Господа электронщики, наверное, уже катаются, валяются от смеха, просто падают. Ну уж, пардоньте, как есть. Вот, в принципе, ситуация, с которой столкнется новичок, который будет что-то делать. Ну, посмотрим вообще, куда они шли, за что они отвечали и так далее. Не знаю, еще что-то ее держит. Надо поискать и понять, что же такое. Я, конечно, мега гениален, мега офигенен. Я просто забыл выкрутить еще один винт. Но все равно пружинки пришлось бы снимать. Ну, держал именно он его вот так в сторону. И теперь, по идее, у нас плата снимется без проблем. Итак, в принципе, все поднимаю. Все вроде бы аккуратненько, но будьте внимательны. Внутри здесь провода, которые припаяны. И здесь отрывать бы их очень не хотелось, чтобы потом все это заново не паять. И, ну, вот как-то так. Так что теперь нам придется еще достать как-то этот в кулер. Итак, дорогие подписчики. В принципе, все было бы гораздо проще. Но я это делал первый раз. Не посмотрел видяшки в интернете. Надеюсь, вы мою ошибку не повторите. В общем, все это можно было делать. Не вытягивая те штыльки. Не вытягивая отсюда пружинки. Все это можно было сделать, просто его вытянув отсюда. Но здесь не все так просто. Здесь у меня обломались две ножки. Как видите, и они остались в самом кулере. И это очень плохо. Ну, держится очень хорошо. Китайцы все посадили на термоклей, приклеили. Поэтому все было очень трудно отсюда отодрать. Ну, да ладно. Сейчас что-то будем думать химичным суперклеем и монтировать все сюда обратно. Но, по крайней мере, я хотел еще сюда добраться, чтобы почистить срань внутри. Которая там скопилась на контактах. И я хотел бы ее убрать. В общем, не все так страшно, как я думал. Вот у меня новый кулер, а вот у меня старый. И здесь, где я, говорю, выломал пластмасску кусочек. Вытягивайся, что-то уже пристал опять к окну. В общем, где я варварски ее просто выломал. Для того, чтобы вытащить сам кулер, ничего страшного в этом нет. Так как в новом идет она уже установленная сюда. И нам нужно будет всего лишь установить ее аккуратненько обратно на место. Таким вот образом. И здесь ее приклеить. Ну, думаю, термоклеем сейчас пойду возьму термопистолет. И как бы поставлю сюда. В принципе, держится и так. То есть, но, наверное, лучше все-таки приклеить, чтобы она стояла статично. И вообще уже никуда не шевелилась и не дергалась. Также еще хочу обратить ваше внимание. Учил их на керамический пинцетик. На данный тумблер. Здесь есть в переключении. Данная зарядка, данный опус заряжает аккумуляторы максимум 4,2 вольта. Это я давно уже очень заметил. Но здесь также и вот есть можно переключать в 4,35 и в 3,7 вольта. Всего лишь передвинув этот рычажок, допустим, вниз. Я лично оставлю на 4,2, но если вам вдруг хочется, нравится или вы знаете, что с этим делать, можете изменить максимально заряжаемый вольтаж данной зарядки. Всего лишь переключив этот тумблер. Так как новый кулер немножко отличается по конструктиву совсем чуть-чуть от родного, который здесь стоял. То есть, как видите, у нас он будет вставляться таким вот образом. Здесь он должен заходить легко. Видите, он здесь, в принципе, держится в пазике, входит. Но, как бы, наверное, закрепим его на термоклей, чтобы он вообще не шатался вообще никак. Вот чуть-чуть буквально нанесем туда внутрь и посадим его на термоклей. Таким вот образом это все дело прижмем и, думаю, все будет вообще отличненько. Теперь также здесь, где у нас эти штырьки были вытянуты, минусовые контакты. Здесь был у нас тоже типа силикона. Ну, вот мы нанесем тоже горячего силикона и зафиксируем их, чтобы они не болтались. Силикон является непроводящим материалом и поэтому можно спокойно будет это сделать. Я, конечно, не умею это все делать очень аккуратно, как бы вы могли бы подумать. И, конечно, господа электронщики будут тут, наверное, плакать горькими слезами. Говорят, что ж за дурак такой, что ж ты делаешь? Итак, после того, как я от души залил сюда силикона так, чтобы они точно уж не вылетели, а не так же, как китайцы, совершенно чуть-чуть, и что я их руками просто вытягивал, ну, контакт должен быть плотным, исходим из этого. Вот, мы закрываем аккуратненько крышечкой нижнюю часть и будем ее собирать и проверять на работоспособность. А чё ж тут у меня такого вышло? Ну, что ж, момент истины, вообще подключим само напряжение, ну, зарядка уже завелась, уже, в принципе, неплохо. Так, а теперь мы проверим вообще сами аккумчики, будут ли они заряжаться. Так, определили, что у нас. Да, за мощностью, вроде бы сейчас, да, никакой ошибочки не выдало. Даже мы сейчас установим второй аккум. Неважно, сколько они здесь заряжены или разряжены, сейчас мы выберем все и повысим мощность нашу. Да, опять нужно прощелкать до обратной зарядки и выставим, да, вот здесь максимум амперчик. И сейчас мы посмотрим, когда заработает наш вентилятор, увидим, гудит ли он или нет. Добавил сюда ещё два аккумулятора, я тоже выставил их на 1 ампер, и, ну, чтобы побыстрее он начал работать, да, чтобы включился, нагрелся. Итак, что я могу сейчас заметить, вообще сам кулер не крутится до сих пор, и зарядка сама не греется, что очень интересно, потому что, когда я выставлял вообще сюда хотя бы два аккумулятора, она, в принципе, почти сразу же начинала запускать вентилятор для охлаждения, значит, грелась. Я, в принципе, делаю такой вывод в том, что вот те минусовые контакты, те штырьки, они вообще там ходили свободно, и, как вы видели, я их свободно вообще оттуда вытянул, и из-за этого был плохой минусовой контакт, и когда плохой контакт, где-то плюсовой или минусовой, то, естественно, происходит нагревание. Так как я их хорошенько прижал, хорошенько залил силиконом, чтобы они не болтались, то есть они хорошо прижимаются и дают хороший контакт. Из-за этого, в принципе, даже и не греется зарядка, с учетом даже двух батарей, которые я выставил на 1 Ампер, и еще одну дополнительную, одна уже зарядилась. Конечно же, я сейчас посмотрю, когда запустится сам вентилятор, и, ну, мало ли, вдруг он не рабочий. Итак, как мы видим, сам вентилятор у нас запустился, внутри он крутится, и все, да, все отлично. Работает на мелких оборотах сейчас, не шумит вообще. Вот послушайте. Вот слегка-слегка его слышно, наверное, больше мой компьютер слышно, чем эту зарядку. И это очень классно. Я думаю, что если вы, допустим, берете себе опус, то разобрать его все же стоит, и те штырьки, допустим, не снимая или снимая, зачистив, заново залить их силиконом, поплоднее прижать контакт. Ну, вот я, по крайней мере, сделал такой вывод. Надеюсь, это видео вам было интересно и полезно. Если у вас есть опус, оно вам точно поможет. Вашей же благодарностью будет палец вверх, комментарий, и если вы поделитесь данным видео в социальных сетях, вообще будете красавчиками. Всем удачного, до свидания.